Самые высокотехнологические предприятия в Украине Производится в совокупности миллион тонн Омега Степана, для этого характеристики Сегодня на нашей встрече... Малые наши предприятия... Для нашего города это средний, уверенный бизнес Это Южный электротехнический завод Валентин Петрович Я думаю, что он сам потом скажет Офицерян Сергей Сасанкович Сергей Сасанкович Где в их систему входит шесть коммунальных предприятий Шесть коммунальных предприятий, которые занимаются тоже услугой производства Это водоканал, теплокоммунные органы Я понимаю, что у вас это водитель у нас есть Предприятие, которое обеспечивает город и канализации Есть предприятие жилищно-коммунального хозяйства Обслуживание домов Транспортное предприятие Заинтересованное лицо, потому что мы активно сейчас готовим различные проекты для участия в конкурсах, которые объявляются Евросоюзом. И для того, чтобы стать участником этих конкурсов, мы должны в стране, с которой мы сотрудничаем, иметь город-партнеры. Наталья досконально изучает сейчас экономический потенциал в Европе, знает, какие вопросы жилищно-коммунального хозяйства являются там видовыми. И уже готова сотрудничать, зная о том, что у Иштвана богатый опыт парламентской работы. Я думаю, что он в этом сможет ей помочь. Так, давайте мы тогда построим так, что каждый, допустим, электрооборудовник. Мы занимаемся производством переводов. Ты показал себя, что приездить? Я покажу, как бы наглядно будет видно человеку. И рассказывай. Что наглядно, ты ради картины? Не, не, это главный инженер, ты знаешь. Ну, смотрите, ну что? Не, на первых есть. Есть. Ну, ты молодец. Мы производим электрооборудование для строительных компаний, для промышленных компаний. То есть это... Все, все, переводим. Это электроэнергия для строительных компаний. Вот, это распределение электроэнергии, компенсационные системы. По станции, при образовании с 10 тысяч киловольт на 0,4 киловольт. А в каждом доме присутствует частичка оборудования, которое производится. И нами тоже. Также с вашими соседями, румынами, мы уже, как бы, работаем. Я хочу сказать, что нам нужно провести такой небольшой гигмейс для наших предприятий-начинающих. И талако пригласить за эксперта, для того, чтобы он показал, как нужно готовить свои предложения для иностранцев. Понимаете? Это должно быть в три раза меньше, но должно быть наглядно, определенными расчетами. Потому что вот этот каталог, он для Украины. Но здесь абсолютно... Это должно быть на английском, на русском языке. Это должно быть наглядно. Уже заказано. Поэтому, в принципе, мы должны встречаться и будем встречаться с иностранцами. Но здесь должна быть целая школа, проведенная. Так нужно готовить документы для встречи с иностранцами. Нам же только 36 евро. Ну, конечно. Что нас осталось? Не полный, 35 евро. Ну, это один, например, он на школу целую проходил. Горень Иглач, я думаю, что нужно слово предоставить Бориславу Талу, как представитель кухонного бизнеса в нашей новой экономике. Молодое предприятие начали свой бизнес просто с перевалки и переработки простых тропических масел. Было несколько этапов развития. Следующий этап был у нас. Мы начали перерабатывать сложные жиры. То есть, как бы там рынок растет, он не стоит на месте. Соответственно, потребности у всех конечных потребителей они меняются. И мы пытаемся подстраиваться. Третий этап нашего развития был. Мы начали перерабатывать подсолнечную семечку. То есть, получать подсолнечное масло. Стартовали меньше года назад по переработке подсолнечного масла. За три месяца мы вышли на номинальную нашу мощность. Сейчас перерабатываем порядка 1200 тонн семечки в сутки. Может, это не только олево-химии. Алиэкс, может, как бы мы сейчас говорили, что это не только олево-химии. В этом случае, когда мы получили продукты олево-химии. Алиэкс, может, это не только олево-химии. Если говорить про спецжиры, как они приходят в Европу, то основной путь сейчас это Роттердам, там есть предприятие Вилмара, которое является нашей материнской компанией, которая перерабатывает те же самые жиры. До мая месяца Европа была закрыта высокими пошлинами и импортными на масло-жировую продукцию. Сейчас мы для себя уже определили ряд стран, которым логистически выгоднее брать продукцию из Украины, чем везти из Ортердама. Наша продукция экспортируется сейчас в Польшу, Румынию, Словакию, Болгарию. И первые контакты начались с юнгерскими предприятиями. Надеемся, с вашей помощью найдем хороших партнеров. Так, предприятие Илона ЛТД. Это уникальное производство стекла, эксклюзивной бутылки для коньяка, для водки, для ликеров, виски и тому подобное. Это уникальное производство в постсоветском пространстве. На территории Советского Союза у нас нет конкурентов. Наши конкуренты это французы, итальянцы, чеки. Учитывая сегодняшнее положение на Украине, сегодня получается мы нашу продукцию 80% экспортируем, а 20% на внутренний рынок. В прошлом году было 70% внутренний рынок и 30% экспортируем. Прошлом году, 6-й. У многих доходов, которые сазали кмпотерфы, уставили еще один сазали кмпотерфы, о своих чекахов или сазали кмпотерфы. Если еще 4 года назад они импортировали эту продукцию в Франции, это знаменитая стекольная компания «Соверкласс» называется. Да, и сначала они нас не признавали, мне говорили, что это «Мерседес» украинского производства, но на сегодняшний день они все работают только с нами, потому что выгодные. Качество. У нас лучше качество, чем французское. И качество, и цена, естественно. Ну, сегодня мы экспортируем в основном это Россия, Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Молдова, Приднестровье, Прибалтика и Болгария. Следующий будет день. Если будет время, я приглашаю посмотреть. Это интересно. Это не дамико. Я думаю, это будет целью следующего визита. Привезут производителей, которые будут заинтересованы в вашей продукции. Я ставлю здесь посолы. Очень, очень интенсивно все записано. Ну, что, по-моему, заканчивается. Все пишет, пришло. Потому что, парни, нет достаточно для того, чтобы действительно продажать смыслы, мышления и работы. Спасибо за эти информации. Наверняка, и в будущем вы должны, и мы должны с вегерской стороны определять те интересы, те отрасли, где мы можем сотрудничать взаимных интересов. Потому что то, что сейчас мы прислушивали, это ваши результаты, успехи. И мы наверняка никто не учатся. Но если есть слабости, есть такие моменты, в которых нужно действительно сотрудничать, тогда они очень важны. И я знаю, что на вегерской стороне есть слабости. Наверняка нужно проинформировать эту руку и с вашей стороны. Я думаю, что для нас очень важен сегодняшний визит генерации и то, что мы подписали договор о цифровом личстве для бизнеса. Я думаю, что через Венгрию мы открываем коридор Евросоюза. Потому что у нас раньше не было такой возможности подписывать такие договора. И я думаю, что в дальнейшем должен быть обмен делегациями, именно бизнесом. Я думаю, что мы готовы встречать бизнес Янжи и Кёрвинда в нас. И наша делегация тоже должна формироваться и с бизнесом. Ехать. И я думаю, что нужно проводить такие круглые столы, встречи. Я думаю, что наши бизнеса с нами уже подготовят определенный пакет документов, чтобы можно было представить. Мы очень надеемся, что мы подписали. Опять-таки, общение с представителями Венгрии дает нам возможность выйти на Евросоюз и общаться в кое-более, что только в Европе. Мы очень надеемся, что и мы с вами исключили. Мы очень надеемся, что и мы с вами поднимаем. Так, тут будет что-то говорить, да? Продолжение следует... 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 Так что, есть с кем работать, есть с кем сотрудничать. Да-да, и строительные компании тоже у нас будут строить. Так, ну что, вопросы какие-то есть? Кто-то что-то может... Это Золтан скромно умолчал о своей миссии в Украине. У него действительно фирма называется «Три бетона» и занимается очень серьезно железобетонными конструкциями любого формата. Поэтому, если кто из наших предприятий собирается расширяться, капитально ремонтироваться и что-то поменять, то Золтан готов все эти конструкции поставить. Золтан скромно, где вы строите? Скажи, что Украина строит. Я очень коротко... Значит, действительно, теперь не о мне, а о вас разговаривали. Фирма «Три бетона» зарегистрирована в 2002 году в Карушеве в Ивано-Франковской области. В Ивано-Франковской области с 2004 года работают и выпускают зборный железобетон. 23 магазина. Все будет перечислить. Магазина метро «Кешель», которые построили в Украине. То, что в Одессе первые два на 7 километра. Наш зборный железобетон. Откроется на греческой площади подземной парке наш зборный железобетон. В городе Южном ищем инвесторов и заинтересованных бизнесменов коммерческого проекте, который называется «Легкоатлетический манеж». Это тоже спортивное сооружение с привлечением, с использованием железобетонных конструкций. Золтан сказал, что поможет. А вот ищем инвестора, которому бы этот агент привлечился. И в проекте мы не можем помочь. И в проекте мы можем помочь. Так, еще есть желающие вопросы, задачи? Нет? Все, спасибо. До встречи. Подарки. 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 Давайте мы вручимся. Доставай, пожалуйста. Вот такие встречи.